Признание Зайцевой. В Киевском рассуде Харькова сегодня слушали главную обвиняемую по делу о смертельном ДТП на Сумской. Тогда, напомню, погибли 6 человек. Все узнаем от Светланы Шакеры. Зайцева просит прощения у потерпевших, говорит, что признает свою вину и вспоминает тот вечер. После ресторана ехали к подруге домой. Скорость Лексуса не меньше 80 км в час. Увидев мигающий зеленый, а потом и желтый, на светофоре решила не останавливаться. Хорошо видела и Volkswagen, который стартовал на желтый с другой стороны перекрестка. Начала сигналить. Автомобиль Volkswagen не остановился, а начал резко двигаться и, наоборот, набирать скорость. Когда буквально в момент удара я резко ударила по тормозу и повернула немного вправо. Уже я не управляла автомобилем. Зайцева подтверждает, что за два года вождения получила 6 протоколов об админнарушениях. Говорит, на дороге гонки не устраивала. Наркотики никогда даже не пробовала. Но после травмы головы страдает головными болями. Накануне выпила таблетку пенталгина, обезболивающего с содержанием опиатов. Какое ваше общее самочувствие и здоровье было в день происшествия и перед? В день происшествия я чувствовала себя нормально. Но кто назначил это лекарство и был ли рецепт, ответа нет. Если рецепт врача не был выписан, у меня будет следующий вопрос. И те конкретно взяли пенталгин. И был ли пенталгин, это в принципе. Почему двигалась по центру города в час пик с превышением скорости, Зайцева тоже ответить не смогла. Какой была причина превышения вашей жвы? Не могу ответить на степку. Зайцева обещает помогать пострадавшим после того, как выйдет на свободу. Отец погибшей в ЗТП Дианы Берченко называет помощь от семьи Зайцевой фикцией. Нам надо были лучшие доктора. Как вы считаете, вот эти, которые перечисленные деньги, они оказали помощь эффективно или эффективно? Или просто для статижки, что чаще обстоятельства? Второго подозреваемого Геннадия Дронова по его просьбе будут допрашивать после того, как заслушают всех 15 свидетелей. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков.